Девушки отдыхают Новый генплан Казани обсудили в Казанском университете. Жара или дождь? Какой погоды ждать жителям Татарстана? 27 июня вся страна отмечает День молодежи. Хотим поздравить вас с этим праздником и пожелать больше творческих побед и достижения целей. А сейчас к новостям. В Химическом институте имени Бутлерова Казанского федерального университета состоялась защита дорожной карты, которая затронула вопросы программы повышения конкурентоспособности среди мировых научно-образовательных центров. В планы института входит значительно повысить проценты иностранных обучающихся, расширить географию поступающих, повысить позиции в глобальных рейтингах и многое другое. Подробности защиты дорожной карты мы расскажем в следующем выпуске. А теперь к другим новостям. С победителями и призерами федеральных и региональных молодежных конкурсов, активистами и творческими коллективами встретился президент Татарстана Рустам Миниханов. Мероприятие было приурочено ко Дню молодежи и прошло на базе Казанского федерального университета. В России 27 июня отмечают День молодежи. Всех активистов и студентов поздравил президент Татарстана Рустам Миниханов. День молодежи отметили на базе Казанского федерального университета. В актовом зале СИЗУ до Управления экономики и финансов КФУ состоялся праздничный концерт с участием президента Республики Татарстан. Многие эти процессы, которые происходят в мире, и эти вызовы, кроме молодежи, с этими вызовами никто не справится. Молодежь должна быть обущенная, амбициозная, нацеленная на результат. Конечно же, молодежь – это конкурентность нашей республики. Мы гордимся вами, мы возлагаем на вас огромные надежды. Среди почетных гостей также присутствовали ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фатахов, министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов и мэр города Казани Ильсур Медшин. Участниками мероприятия стали активисты, студенты и творческие коллективы Казани, а также победители Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна-2018». Напомним, что фестиваль проходил в Ставрополе с 15 по 20 мая. Он объединил 2700 студентов из 80 регионов страны. Гран-при Всероссийской студенческой весны получила делегация Татарстана, основную часть которой составляли студенты Казанского федерального университета. Там мы сумели показать все самые лучшие наши номера, показать успешно нашу региональную программу и занять почетную, получить самую весомую награду фестиваля, это гран-при фестиваля Российской студенческой весны. В актовом зале студенты Казанского университета продемонстрировали свои лучшие творческие номера. Они исполнили песню «Подай балалайку», а также танцевальный номер в стиле кунг-фу. На сцене президент Татарстана вручил благодарственные письма. А в ответ от лица студенчества Рустаму Мениханову был подарен символ республиканской студенческой весны статуэтка в виде кота. А затем президенту Татарстана препонесли и медаль за верность программе «Российская студенческая весна». Анна Гузунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Состоялось расширенное заседание Департамента по молодежной политике Казанского университета. Подробнее об этом расскажет Олег Кашин. В конце первого летнего месяца вся Россия празднует День молодежи. Ежегодно праздник отмечают 27 июня. Казанский федеральный университет не может остаться в стороне, ведь молодежь – это главный ресурс любого вуза. Именно поэтому поздравить студентов, а также работников Департамента по молодежной политике и всех тех людей, которые занимаются социально-воспитательной работой, взялся ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. С праздником вас! Этот праздник сегодня ваш, но и в какой-то степени более старшего поколения нас, кто работает сегодня и трудится в учебных учреждениях, поскольку работая с молодыми людьми, мы и сами себя ощущаем достаточно еще людьми молодыми, тем более пенсионный возраст продлили, поэтому есть о чем еще поговорить и потрудиться. Задача Казанского университета является не только образовывать, но и воспитывать своих студентов, делать из них настоящих профессионалов во всех областях. Олег Ашин, Леонард Волитяров, Универньюс. В Казанском федеральном университете был обсужден новый генплан Казани. Какие проблемы выделили эксперты, вы узнаете в сюжете Артема Тупичкина. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялось ток-шоу «Новый генплан Казани. Тупик или прорыв?». Модератором дебатов выступил советник ректора КФУ, журналист Юрий Алаев. Первый вопрос на обсуждение вынес историк Айрат Файзрахманов. Он затронул тему окраин города Казань. В данном случае генплан практически никак в лучшую сторону положение окраина не меняет. Присоединение в начале 2000-х годов окраин не привело к развитию этих территорий. Оттуда прошли просто дороги, которые соединили от окраина. А внутри квартального развития его как такового нет. Тему транспортной развязки на окраинах продолжил представитель Татарстанского республиканского совета Всероссийского общества охраны природы Сергей Мухачев. Здесь должны были быть не сквозные магистрали, которые рушат и корежат все, природу, так сказать, и дома, а должны были быть дороги, обслуживающие эти поселки, то есть практически внутрирайонные. Строительство новых дорог, по мнению предпринимателя Тахира Давлетшина, спровоцирует рост города вокруг транспортной территории. За ближайшие 15, даже 55 лет, город на этой большой территории не построен. И поэтому задача построить полицентричный город. Вот весь город трогаться ни в коем случае нельзя. Допустим, развивать 2, 3, 4 центра, построить действительно настоящий город, где городская жизнь будет организована. Фейзер Ахманова подняла проблему экологического состояния города. Заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Института управления экономики и финансов КФУ Нафис Амин-Газова поддержала этот вопрос, обозначив малое зеленение города. На самом деле надо, чтобы было не меньше 40-50, даже 55% для промышленных городов, чтобы озеленение было от площади городов. По официальной мерке у нас порядка 20%. Мы считали, в 2007 году у нас получалось меньше. Айрат Вайзрахманов отметил, за счет чего происходит рост зеленых территорий. Только за счет присоединения окраин у нас происходит рост зеленой территории. Но ни одного нового ОПТ на территории Казани не появляется. То есть у нас получается с окраин еще более-менее зеленка, пока ее не отрезали. А вот в Новом Саидовском районе у нас и существующие начинают резать. Один из спикеров, архитектор Александр Дембич, на начальном этапе принимал участие в создании генплана. В начальной стадии заказали, в каждой группе сделали свою концепцию генерального плана. Мы сделали свою концепцию. Но у них была концепция компактного города, а мы предложили другую концепцию. Это был дискретный город с полицентрическим развитием. В принципе, она противоречила концепции генплана. И они, конечно, постарались ее использовать очень мало. К сожалению, представители городской администрации не нашли возможности посетить данное мероприятие. И сформулированные экспертами вопросы остались без ответов. Телеканал «Универ ТВ» вел прямую трансляцию обсуждения. 1 июля мы покажем повтор ток-шоу. Также запись вы можете найти на нашем ютуб-канале. Артем Дупичкин, «Универ Ньюз». Столица Татарстана находится вблизи центра антициклона. Облаков нет, ночи короткие, температура днем превышает 30 градусов тепла. Наш корреспондент Анастасия Ефремова узнала, сколько же еще будет длиться жара. Столица Татарстана находится вблизи центра антициклона. Облаков нет, ночи короткие, температура днем превышает 30 градусов тепла. Наш корреспондент Анастасия Ефремова узнала, сколько же еще будет длиться жара. Все ждали, когда наступит тепло. Дождались. Жители Казани все чаще сталкиваются с тепловыми ударами. Из-за резкого повышения температуры в городе пострадало 19 человек. Возраст пострадавших варьируется от 10 лет до 54. Всех интересует вопрос, неужели такая жара будет все лето? И не повторится ли аномалия, как в 2010 году? Юрий Переведенцев пояснил причины. В первую половину июня у нас была ровно обратная картина. У нас была аномалия холода, градусов на 5 на 6. Почему? Потому что мы находились под влиянием Арктики. К нам все время приходили холодные воздушные массы. Сейчас солнце наиболее высокое в течение года. И вообще июля – это макушка лета. Мы уже поближаемся к июлю. И погода у нас стала антисклональней. В Казани погода непредсказуема. С утра жара, а вечером ливень и сильный ветер. Но метеорологи прогнозируют теплое лето. В жару специалисты рекомендуют носить головные уборы, брать с собой воду, не находиться продолжительное время под палящим солнцем, а также не выходить сразу из охлажденных помещений на улицу. Анастасия Ефремова, Ленар Довлетьяров, Универ Ньюс. На этом у меня все. Смотри нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин